Парк бронетехники украинской армии Гепард — это зенитная установка с двумя 35-мм автоматическими пушками на базе танка «Леопард-1». В свое время их начали разрабатывать как тактическое средство противовоздушной обороны для прикрытия колонн от ударной авиации условного противника, которым тогда была советская армия, а сейчас российская. Оружие часов, когда Европу должны были наполнить массовые советские машины на низкой высоте — ударные крокодилы Ми-24 и Грачи Су-25. Огневой силы двух швейцарских пушек «Арликон», выпускающих 550 снарядов в минуту, вполне достаточно, чтобы гепарды могли сбивать советские крокодилы, которые считаются достаточно живучими и хорошо бронированными вертолетами. В Советском Союзе были полные аналоги гепардов, самоходные зенитки «Шилка» 1960-х и более новые «Тунгуски», которые начали использовать с 1980-х. Гепард всепогоден, его можно использовать ночью и днем. Он имеет поисковик с дальностью действия до 15 километров. Сильные стороны гепардов — это 35-мм скорострельные пушки и радары. Может поражать цели на расстоянии до 6000 метров. Он оснащен двигателем мощностью 830 лошадиных сил с запасом хода 550 километров. Эти свойства делают его мобильными и пригодными для наземного боя. Таким образом, его вооружение может эффективно бороться как с легкобронированными, так и тяжелобронированными наземными целями. Но танк «Гепард» можно эффективно использовать и в защите от воздушной угрозы. Он успешно применяется для защиты от боевых самолетов, вертолетов, управляемых ракет и современных беспилотников. На его снаряды не влияют средства радиоэлектронного противодействия. Благодаря надежному распознаванию и сопровождению цели, танк «Гепард» имеет особенно короткое время реакции в бою, точность огня тоже отличается. По заявлению производителя КМВ, облака осколков снарядов должны надежно приводить к уничтожению цели. Машина способна вести огонь по целям на расстоянии до 4 и высотах до 3 километров. «Гепарды» прослужили в Бундесвере до 2010-х годов, после чего их заменили новыми боевыми машинами «Визель-2 Ацелот». «Гепарды» — это многоцелевая система, способная работать в боевых порядках механизированных частей, прикрывать колонны на марше. Машины оборудованы современной электроникой, которую немцы периодически модернизировали. А также двумя радарами и системой автоматического отслеживания цели, засекающей. «Гепарды» по меньшей мере будут прикрытием колонн ВСУ на марше. В других условиях они могут стать и огневым прикрытием для механизированных частей. «Гепарды» могут работать бронебойными снарядами по бортам вражеских танков или в лоб бронетехники со слабой бронёй. Зенитные самоходные арт-установки «Гепард» хорошо служат для борьбы с вражескими дронами, особенно с шахедами или пирами, как их называют федералы, в ночное время. Плюс «Гепарды» благодаря радарам используются как вспомогательное средство защиты против крылатых ракет. Установка базируется на шасси танка «Леопард-1». На башне, способной совершать полный оборот, установлены две 35-мм пушки «Эрликон КДА» и два радара. Радар поиска расположен в кормовой части башни, а радар слежения и лазерный дальномер в лобовой части башни между пушками. Дальность обнаружения цели радаром составляет 15 километров. В модификации ЗСУ-1А2 установлен цифровой компьютер, который может принимать данные из других РЛС, по сути, видеть цель вне своей зоны. 35-мм автоматические пушки «Эрликон» имеют длину 90 калибров 3 метра 15 сантиметров и начальную скорость снаряда 1440 метров в секунду, что обеспечивает эффективную дальность стрельбы на 5,5 километров и позволяет эффективно бороться не только с медленно летящими воздушными целями, но и с наземной бронетехникой. Пушки используют два типа боеприпасов – осколочные – 320 выстрелов на пушку и бронебойные – 20 выстрелов на пушку. Общая скорострельность составляет 1100 выстрелов в минуту по 550 на пушку. Продолжительность непрерывной стрельбы до окончания боезапаса – 37 секунд. Кроме 35-мм пушек, по обе стороны башни установлены блоки сцепления дымовых гранатометов калибром 76 мм. Высокая подвижность на местности и быстрый поворот башни обеспечивают чрезвычайно короткое время реакции на угрозы с воздуха, а широкий спектр боеприпасов делают ее эффективным оружием даже против легкобронированной техники. Гепард способен работать в условиях интенсивного радиоэлектронного противодействия противника. Одним из отличий Гепарда от Леопарда служит вспомогательный четырехцилиндровый дизельный двигатель Daimler-Benz, работающий независимо от основного. Этот двигатель находится в передней части машины слева, на месте отсека для боеприпасов. Двигатель объемом 3,8 литра спроектирован как многотопливный и выдает 66 кВт 90 л.с. В зависимости от рабочего состояния танка, он потребляет от 10 до 20 литров в час. Вспомогательный двигатель соединен с пятью генераторами для работы на разных скоростях. Два приводят в действие приводы поворота башни и угла подъема оружия, два используются для систем вентиляции, пожаротушения и радиолокации, а еще один – для питания бортовой электросети. Бортовая сеть имеет напряжение 24 вольта постоянного тока. Характеристики установок ЗСУ Гепард 1А2 Масса – около 47,5 тонн Экипаж – три человека, водитель, командир экипажа, наводчик. Основной двигатель многотопливный, мощностью 610 кВт, 830 л.с. Расход топлива около 150 литров на 100 километров. Дополнительный мотор – дизельный Daimler-Benz OM314. Объем топливных баков – 985 литров. Максимальная скорость – около 65 километров в час. Запас хода по шоссе – около 550 километров. Основное вооружение – два 35-мм автоматических орудия Erlikon KDAL-90. Темп огня – 550 выстрелов в минуту на одну пушку. Длина ствола – 3150 миллиметров, 90 калибров. Средство самозащиты – 76-мм система постановки дымовых завес, 2 по 4 пусковые на башне. Недостатками можно условно назвать только то, что это очень технологичная машина. В борьбе с летающими целями, ЗС у Гепард нуждается в сложной предварительной подготовке. Когда Гепард еще входил в Бундесвер, военнослужащим приходилось проходить несколько этапов обучения, чтобы управлять им. КОНЕЦ 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 Продолжение следует...